Здравствуйте, меня зовут Александр Плющев, в программе «Особое мнение» сегодня Михаил Борщевский, юрист Михаил Юрьевич, добрый вечер. Добрый вечер. И начнём в кои-то веки с такой, как это принято говорить, хорошей новостью, вот этот замечательный случай с жительницей Ульяновской области, которая через суд вернула дом деда, раскулаченного в 30-х годах. Это что же теперь у нас всех раскулаченных, все раскулаченные могут обратиться в суд наш, самый гуманный в мире, и получить назад собственность, которая там чуть не сто лет назад была отнята? Вы так заинтересованно спрашиваете, что у меня возникает подозрение, что у вас был раскулаченный дед. Ни черта не было, к сожалению. Ну, так что давай переживать. На самом деле, я думаю, что... За народ. А, за народ, понятно. За народ, да, да. У нас так раскулачивали, что потомков ещё потом и расстреливали, на всякий случай в основном. Спасибо дедушке Сталину. Ну вот, а я думаю, что вот в истории с этой женщиной тут речь идет не о реституции. Дело всё в том, что официальная национализация, насколько я помню, была только в отношении собственности церкви, по-моему, и там ряда промышленников. То есть там раскулаченных официально не национализировали. Ну, просто забирали, так сказать, сеть совета рабочих христиан, то есть просто христиан. Вот, значит, и я думаю, что она... Я не вижу решения, а то, что... Суда решения, а то, что в СМИ проходит, так сказать, поражает почву только для, так сказать, догадок, как это произошло. Я думаю, что она доказала свою родственную связь с дедом, доказала, что этому деду этот дом принадлежал на праве личной собственности вот тогда, и, соответственно, она в порядке наследования имеет на него право. Это вполне такая рабочая схема, поэтому здесь, так сказать, к сожалению, речь не идет о реституции. Обращает на себя внимание, что дом заброшенный. Ну, конечно. Если бы был дом не заброшенный, наверное, как-то сложнее было бы с этим. Ну, я думаю, что если наследники там, я не знаю, Третьякова или Бахрушина сегодня предъявят претензии в отношении коллекции своих прадедов, то что-нибудь там по дороге найдется такое, почему они это не получат. Сегодня, значит, глава администрации президента Сергей Иванов на совещании председателей судов заявил, что новые крупномасштабные судебные реформы затевать сейчас не планируется. Типа, другие дела есть, да и, в общем, и не надо. Это как раз потому, что суды такие хорошие, которые возвращают собственность бабушкам. Суды у нас разные. Суды у нас разные. Значит, я, когда услышал эту фразу Сергея Борисовича, я там был на этом совещании, кстати, если будет интересно, какие цифры оттуда, на мой взгляд, занимательные принес. Я, честно говоря, немножко удивился, а потом понял, что, наверное, он имел в виду одно, а я-то думаю про другое. Потому что я-то считаю, что как раз начало судебной реформы, положенное по инициативе Путина, объединение Верховного и Высшего Арбитражного Судов, это начало надо продолжать. Но я имею в виду продолжать в плане обеспечения реальной независимости судей. Потом, когда будем говорить о сегодняшнем совещании, я проиллюстрирую, что я имею в виду. А он, видимо, имел в виду, и адресовался к этому конкретному залу, где сидели судьи арбитражных судов и общей республикции, и он, видимо, имел в виду, что мы не будем ликвидировать арбитражные суды, не будем смешивать их, создавать единый областной или республиканский суд. Я думаю, что Сергей Борисович это имел в виду. То есть, мы не будем дальше подсистемы объединять. А многие интерпретируют его слова таким образом, что вообще все, ребята, закончено забыть. Все сделано. Да, ну, из сообщений информационных агентств понятно. Я думаю, что все-таки в данном случае моя интерпретация его слов точнее, потому что потом Усполна Рыжкин, который нам от своего имени, не от имени Госдумы, а от своего имени поддержал предложение Лебедева, связанное с изменениями касающимися нагрузок на судей, потому что нагрузки на судей невероятны. Это тоже реформа судебной системы. Завтра, по-моему, в первом чтении слушается кодекс об процедуре административных судов. Неправильное название его называю, но, в общем-то, административное судопроизводство. Это тоже реформа судебной системы. Вообще, судебная система, она не костная. Она должна реформироваться с учетом времени и ситуации. А я-то считаю, лично я, что у нас очень многие проблемы, решения которых мы ищем в других местах, на самом деле решаются через судебную реформу. Могут решаться через судебную реформу. Поэтому я думаю, что, Сергей Борисович, все-таки адресусь к этому конкретному залу, где впервые сидели вместе представители судов общей юрисдикции и арбитражных, он имел в виду все-таки вот эту сторону вопроса. Ну, вот тут приходят срочные новости о том, что Басманный суд Москвы сегодня продлил срок ареста бывшего украинского военнослужащего Надежды Савченко до 13 мая. Интересно и забавно, что агентство Life News сообщило об этом, или там телеканал Life News сообщило об этом несколько раньше, так сказать, того, как судья вышел из совещательной комнаты. Все обратили внимание на этот факт. Ну, и просто, чтобы не дожидались новостей до 17.30, вот отмечу этот факт, Надежда Савченко под арестом до 13 мая. Мы продолжаем о цифрах. Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, вот, про это совещание, заявил, что три из четырех приговоров в стране являются обвинительными. Он отметил, что порядка 25% обвиняемых освобождаются от ответственности по различным причинам. Я уже в СМИ видел, что 25% оправдательных приговоров у нас. А раньше говорил, что я встречал цифру, что у нас ниже, чем пристали неоправдательных приговоров. Значит, смотрите, у нас в чем путаница очень многих журналистов, которые не являются юристами, не являются судебными журналистами. Они слышат цифру 25 и считают, что 25% оправдательных. Значит, 25% это освобожденные от уголовной ответственности по самым разным основаниям. За примирением сторон, в связи с процессуальными нарушениями, в связи с течением срока давности и так далее, и так далее. Это не совсем оправдательный приговор. Я вам могу назвать цифры и немножко их прокомментировать. Значит, у нас ситуация такая. Из дел, поступивших в суд, обвинительные приговоры 75%. 25% освобождаются от уголовной ответственности. Но дела, поступившие в суд, их надо жестко, четко разделить на две категории. И не смешивать. Дела, которые слушаются в особом порядке, это когда доказывание вины вообще не происходит в суде. То есть, подсудимый приходит в суд и говорит, я виноват. Доказательства не изучаются. Ну, упрощая, скажем так, рассматривается только вопрос о мере наказания. Так вот, что интересно, что вот в этом вот особом порядке в прошлом году было рассмотрено 61% дел. То есть, из 10 дел 6 приходили в суд, когда подсудимый говорил, я виновен. Так вот, даже среди них 500 тысяч осуждено, а 95 тысяч дел прекращены производством. То есть, вы понимаете, что даже когда вопрос об оправдании в принципе стоять не может. В принципе. Значит, человек признал свою вину. Да, признал свою вину, и как бы ее нельзя, и он не может отсказаться со своих показаний, она не может быть оспорена. Вообще вопрос о правдательном договоре просто не стоит, он не может быть вынесен. Так вот, 95 тысяч, то есть, сколько это получается, 600 тысяч, одна шестая часть, прекращаются производством. А вот в общем порядке, то есть, когда состязательный процесс, 37% дел в общем порядке слушаются. Так вот, по ним оправдательных приговоров, как сказал Лебедев, я подчеркиваю, оправдательных приговоров, 5%. Давайте продолжим после нашего небольшого перерыва через 3 минутки. Продолжаем с юристом Михаилом Борщевским. Ваши вопросы плюс 7, 985, 970, 45, 45 или через твиттер аккаунт вызванут. У вас спрашивают, такой маленький процент оправдательных приговоров. Это скорее хорошая работа Следственного комитета или карательная наклонность судов? Ну, я бы сказал так, вот я заочно извиняюсь перед Вячеславом Михайловичем Лебедевым за свою фразу следующую. Если верить Лебедеву, то 5% оправдательных приговоров по делам, рассмотрим в общем порядке, это колоссально много. Это не маленький процент, это колоссально большой процент на самом деле. Потому что у нас в прошлые годы колебалось вокруг 1%, причем с тенденцией в сторону уменьшения. Окрадчивостью оправдательных приговоров. Тут интересна другая вещь, что вот в присяжными рассмотрено 800 дел в прошлом году. По ним оправдательные приговоры 12%. Вот меня это снижение немножко напугало, потому что обычно присяжных где-то 17% было, и мировая цифра 15%. Но сейчас обсуждается вопрос о расширении компетенции суда присяжных. Через неделю будет круглый стол организован. Мне казалось, все время выводят дела из-под юридических предприятий. Вот принцип маятника, знаете, да? Сейчас маятник пошел в другую сторону. Значит, Путин поддержал инициативу Морщаковой о введении категории такой, как следственные судьи. Это очень прогрессивный шаг. Но я обращаю внимание, что по присяжным оправдан 12%. А вообще, давайте с цифрами закончим, мне кажется, просто некрасноречивый. Если мы говорим про уголовные дела, то из общего количества уголовных дел против собственности 42%. Ну, кражи, грабежи, разбой, мошенничество. 42% от всего количества по собственности. Значит, обвинительные... Да, по взяткам. Значит, по взяткам ситуация такая. Всего осуждено 11 тысяч человек. При этом взятки до 10 тысяч рублей составляют 65% от всех взяточных дел. Взятки до 10 тысяч рублей. На это можно двояко посмотреть, Михаил Юрьевич. Можно посмотреть, что у нас не так много берут крупного, с одной стороны, а можно посмотреть, что дела не заканчиваются. Возможно. И это вопрос интерпретации. Да. Вот. На первое место в этом году вышли муниципальные служащие, потому что вот из этих взяток до 10 тысяч рублей 44% это муниципальные служащие. На втором месте учителя, преподаватели, на третьем месте врачи. Вот. Теперь, что интересно еще, количество убийств с 2011 по 2014 год сократилось с 12 до 10 тысяч. А вот теперь цифры, которые, по моей точки зрения, немножко пугающие. Не, радующие, прошу прощения, радующая цифра. Пугающая будет следующая. В 2007 году в отношении несовершеннолетних было 82 тысячи уголовных дел. В 2014-м 20 тысяч. В 4 раза. В 4 раза сократилось преступность несовершеннолетних. Это не разрушение. Сократилось количество дел, а не преступность. Ну, я думаю, что все-таки это более-менее коррелирующее понятие. А вот теперь, что меня очень напрягло, и что, как бы, вопрос, по которому я бы задал бы несколько вопросов на этом совещании, если бы такой формат был предусмотрен. Значит, мера пресечения в виде заключения по стражу запрашивалась 145 тысяч раз. А удовлетворена была 133 тысячи. Улюдоверено. Значит, ну, с одной стороны, в 2006 году эти цифры в 2 раза больше были, с одной стороны. А с другой стороны, у меня вопрос такой заочный к Вячеславу Михайловичу. Вячеслав Михайлович, а вас не удивляет такая вещь? Вы сами, так сказать, ну, человек очень сдержанный, не эмоциональный, но даете понять, что вам не нравится ситуация, когда из года в год 25% из заключенных под стражу выходят из зала суда с приговором, не связанным с лишением свободы. Но не ваши же ли собственные судьи дают санкции на эти аресты? Ну, следовательно, понятно, работа у них такая, они хотят арестовать всех. Но санкционируют же судьи. И вот тут мы выходим на одну тему, которая на совещании никак не обсуждалась. Что происходит в реальной жизни? Есть постановление пленума, касающееся избрания меры пресечения в виде заключения по стражу. Где сказаны абсолютно верные слова. Вот не придерешься. Но только судьи внизу их не исполняют, нарушают это постановление пленума. Почему? Да, такое жалко, что зрители, радиослушатели не слышали, не видят ваш удивленный взгляд. А вот почему. Потому что районный судья внизу, который рассматривает санкцию, он, Верховный суд далеко, постановление пленума далеко, а вот следователь рядом, начальник УВД района рядом, начальник Следственного комитета рядом. И дело все в том, что судья фигура де-факто не являющаяся независимой от местных правоохранителей. Во всяком случае, скажем так, она более зависимая от местных правоохранителей. А как он зависит? В чем зависимость выражается? Ну, незаконная прослушка или законная прослушка. Мы же недавно приняли закон, по которому санкцию на прослушку московского судьи может дать магаданский судья, калининградский судья, любой дагестанский судья. То есть, судьи, они сегодня де-факто, я повторяю, де-факто, достаточно зависимы. Мало того, они абсолютно зависимы от председателя суда, который, естественно, областной председатель суда и областной начальник УВД, но это все-таки люди из одного круга. Да, одного круга. А Верховный суд далеко, далеко-далеко. И поэтому постановление пленума Верховного суда правильное. Лебедев говорит правильные слова. А районным судьям с местными правоохранителями ссориться совсем не хочется. Почему я в начале передачи сказал, что я надеюсь, что Сергей Борисович имел в виду, говоря, нам нужно добиться независимости, реальной независимости вот этой вот ключевой фигуры судебной системы, самого судьи. И цифры резко изменятся. Как же этого добиться-то? Ой, это тема отдельной передачи. Есть целая программа, ее достаточно серьезные люди разрабатывают. И это все равно очевидно, как это сделать. И, кстати говоря, введение следственных судей, вот то, что президент поддержал, это маленький шаг в этом направлении. Вот, ну и чтобы закончить со статистикой, еще несколько вещей, на которые я хотел обратить внимание. За четыре года на 20% сократилось количество дел о лишении родительских прав. Что приятно. Без комментариев, иностранное установление за год сократилось в три раза. Кто бы удивился. Я сказал без комментариев. Оно что-то должно было увеличить. И, значит, трудовые споры за три года сократились на 23%. Это вот такие интересные. Я поучаствовал немножко. Значит, последнее, опять же, чтобы с этим совещанием закончить. На нем же директор ФСКН Виктор Иванов, он сказал следующее. Сейчас. Предложил создать норму закона, по которой обвиняемые по делам о торговле наркотиками должны будут доказывать законность приобретенного имя имущества. Эта тенденция, я вам объясню, с чем она связана. С чем она связана. Значит, борьба с наркомафией, то есть, знаете как, юридически я в данном случае не поддерживаю инициативу Виктора Петровича. Психологически и граждански я ее поддерживаю. Такое у меня раздвоение личности. Объясню, почему. Дело все в том, что борьба с наркомафией, она носит не только посадочный характер, но и экономический. Доказать, что наркобарон, вот все, что у него есть, заработал на наркотиках, практически невозможно. Ну, потому что взяли там одну цепочку, две цепочки, сумму выявили, а у него десятки-десятки миллионов долларов, если не сотни. Ну, на миллион насчитали, доказали, что миллион незаконный. Вот, понятно, да, а удар нужно нанести такой. Но почему юридически это не сработает, мне кажется? Потому что мы тем самым отменяем презумпцию невиновности, понимаете, и в нашей правовой системе это не будет работать. Мне кажется, что тут другая, может быть, вещь, такая заочная подсказка Виктору Петровичу, что осужденные за наркоторговлю могут подвергаться наказанию в виде лишения свободы, плюс кратный штраф от суммы того, на чем их поймали. Вот вам и конфискация имущества, только вполне легальная. Михаил Борщевский, у нас сегодня в программе «Особое мнение», мы продолжим минуту через четыре. Продолжаем программу «Особое мнение», и у нас последний слот на сегодня с Михаилом Борщевским. Мы решили вот на этот именно участок эфира отнести обсуждение инициативы о введении уголовной ответственности за незаконное обогащение, которое рассматривалось накануне открытым правительством. Нет, это правительство, российская общественная инициатива. Да, да. Все путают. Под эгидой открытого правительства там есть, собирается рабочая группа. Вот вчера рабочая группа это и была. Вот, что вы, как вы рассматриваете то, что вчера обсуждалось, как вы комментируете? Вот, смотрите, это инициатива Навального, хотя докладывал не он, а другой человек. Ну, Навального просто не пустили. Ну, это то ли не пустили, то ли не позвали, то ли он не пошел, это, знаете, без комментариев, не знаю. В общем, факт того, что его не было. Вот, а суть заключается в том, что я вам расскажу, так сказать, мое отношение к этой инициативе, но вначале несколько слов об Алексею. Мое отношение к Алексею. Значит, чтобы быть правильным понятым в дальнейшем, я к Алексею отношусь с довольно большой симпатией. И считаю, что Алексей, в принципе, мог бы быть очень хорошим политиком, потому что у него есть то, что необходимо политику, у него есть интуиция. Он чувствует болевые точки, он как бы в правильные места бьет всегда, но, к сожалению, мне кажется, что у Алексея нет рядом команды. А политик без команды – это ничто. Нет команды профессионалов. Я имею в виду не тех, кто готов, так сказать, выйти на площадь с плакатом, а профессионалов. Я, кстати, извините, прерву вас насчет высших на площадь, просто прямо приходят новости. Руководитель движения за права человека Лев Пономарев оштрафовал на Тверским судом на 1000 рублей за неповинение полиции. Как раз 30 декабря на Манежной площади в Москве было дело. Ну, там продолжаются суды. Ну, вот, значит, так вот, очень часто, вот, знаете, я вам приду такой пример. Диссертат, диссернет Пархоменко вскрывает проблему, да, без комментариев, что называется, то есть не предлагая никаких решений, да, не претендуя на владение истиной в последние странцы, просто конкретно покажет, вот, 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 тем самым провоцируя, вынуждая, как угодно, любую глаголу употребить и власти реагировать. В итоге откладываются ситуации, когда на сегодняшний день процедура защиты диссертации такая, что защитить диссертацию списанную или позаимствованную физически невозможно. А кто принял эти нормативные акты? Миноборнауки. А кто вынудил, спровоцировал, подсказал, опять-таки, любой глагол? Диссернет Пархоменко. Так вот, если бы Алексей Навальный, скажем так, делал то, что он делал, когда он там имущество этого, имущество этого, дача этого, дача этого, все было бы хорошо. Но когда он начинает делать предложение, как решить эту проблему, то вот тут возникает вопрос, а кто рядом с тобой? Кто рядом? Кто подсказывает? А вот теперь смотрите, прокомментирую. Ну, первое, что меня резануло. Во время презентации этого самого вот проекта, первое, с чего начал докладчик, это цитат Путина. Я не понял, вы за белых или за красных, что называется, да? Цитат Путина, которые как бы поддерживали эту идею. Ну, не будем комментировать, насколько эти цитаты, так сказать, притянуты за уши. Нет, Путин много говорил про борьбу с коррупцией. Но зачем обосновать конкретный проект по применению статьи 20, цитатами Путина, которые к 20-й не имеют отношения? Я не знаю, насчет цитат Путина я не был на заседании, и, к сожалению, открытое правительство было не настолько открытым, чтобы устроить интернет-трансляцию, например, для людей. Но факт то, что это просто резануло, это не относится к профессионализме. Просто я вот поискал и нашел общероссийский народный фронт, программу народных инициатив, прямым текстом сказано о 20-й статье, о том, что Россия не ратифицировала, хорошо бы. Да, так вот, а теперь следующее. Согласно справке Минюста и справке администрации президента, мы ратифицировали эту конвенцию без изъятий. То есть, 20-я ратифицирована. Но на 20-ю вообще не грех было бы и прочесть, прежде чем про неё разговаривать. А там, я цитирую, по памяти сказано так, что государство рассмотрит вопрос о введении уголовной ответственности за неосновательное обогащение в той мере, в какой это соответствует конституции, правовой системе государства. Вот эту вот вторую часть все пускают. А у нас в конституции вообще-то записана презумпция невиновности. Ну, так и законопроект, который предлагается... Вы законопроект читали уже, наверное, пятистраничный. Да. Вот. И законопроект, который... Он не отменяет презумпцию невиновности? Он предлагает... Он не отменяет. Он предлагает бремя доказывания... Нет, секундочку. Это и есть отмена, потому что бремя доказывания чего? Вот тут возникает... Знаете, хорошо Федотов сказал. Вы предлагаете вместо слова убийство записать в уголовном кодовиче слово смерть. Понимаете, да, разницу? Хорошо, объясню. Значит, в Средневековье... Не понимаю, что... В Средневековье была доминирующая концепция правовой. Концепция объективного вменения. Когда человек отвечал за последствия вне зависимости от вины. Ну, приведу примеры с сегодняшнего дня. Человек едет за рулем. На расстоянии метра выскакивает другой человек ему под колеса. Он его сбивает. В соответствии с теорией объективного вменения водитель несет ответственность, потому что человек погиб. Согласно теории вины, водитель несет ответственность в том случае, если следствие докажет, что у него была техническая возможность предотвратить наезд. Он превысил скорость. Да? То есть, вот докажет его вину. В чем его вина? Понимаете разницу? Ну, да. Поэтому Филотов сказал, введите в уголовный кодекс слово смерть. Если рядом с вами кто-то умер, вы отвечаете. Вы же не убивали, да, но человек-то умер. Вот. Значит, а... Но там с чего все начинается? Начинается с формировки. Значительное превышение. Вот что такое неосновательное обогащение? Значительное превышение имущества над доходами. Это у меня вызвало самую большую такую вот ярость. А как вы будете считать значительное превышение? Ну, начнем с простого примера. Я его вчера не приводил. Представьте себе, есть человек, у него есть счет 100 тысяч долларов. Называю эту цифру не как средний остаток по счетам российских граждан, а просто удобнее будет считать. 100 тысяч долларов. И никаких претензий к нему нет, потому что по курсу 3,32 это 3,2 миллиона. И у него его зарплатами за последние там 3 года это вполне получается. Сегодня этот счет, его в декларации, будет уже отражаться не как 3,2 миллиона, а как 6,5 миллиона. Но у него зарплаты предыдущие 3 года были только 3,5 миллиона. У него возникла дельта, у него значительное превышение состояния, состояние же в рублях отражается, над доходами. Это механическая подвижка просто курса. Или квартира... Ну, мы же хорошо знаем, когда менялся курс. Не-не-не, секундочку, в уголовном кодексе нет понятия, мы хорошо знаем. Есть формальный состав, значительное превышение. Пошли дальше. Квартира куплена на уровне котлована. В таком-то месте вы заплатили полторы тысячи долларов, в этом расчете, за квадратный метр. Дом построен. Значит, рядом построили киноконцертный зал. Район стал богатым, дорогим. И ваша квартира теперь стоит уже тысяч по 15 квадратный метр. У вас есть значительное превышение? Есть. Дальше. Какое имущество мы будем учитывать, когда говорим про значительное превышение? Только регистрируемое. Квартира, яхта, лодка, там, самолет. А если человек вкладывает деньги в бриллианты, мы уже не считаем, а в антиквариат, а в марки почтовые, которые могут стоить дороже любой яхты, а еще во что-нибудь. Там, коллекция древней одежды, древнего оружия. Да, чего угодно. И золотые слитки, в конце концов. Какое имущество мы будем подсчитывать? Понимаете, то есть, когда дьявол пресса в деталях, когда мы начинаем это обсуждать, вот уже в детальной, не саму идею, не популистскую составляющую. Бороться надо бороться, никто не спорит. Что мешает уточнить формулировки. Невозможно. Когда расширительно изменял законодательство по статье о госизмении 275-й, как-то, в общем, никто не кричал про 37-й год. И сейчас в результате мы имеем случай с Давыдовой. По поводу коррупции все так кричат, что 37-й год вот настанет. Меня это... Значит, смотрите. Ну, во-первых, 37-й год произнесли два человека, очень уважаемые. Это Анатолий Коблер и Тамарь Юрьевна Мощакова. Уж их заподозрить в симпатиях. Я поправлю. По-моему, Михаил Федотов. Или Федотов. Вот эти. Хорошо поправили, это называется. Это не те люди, кого можно заподозрить, так сказать, там, вот в чрезмерной любви к... Значит, ну, что интересно. Сами докладчики привели пример, что США, например, и Финляндия не ратифицировали 20-го. И не ввели эту норму к себе в законодательство, а там уровень коррупции очень хороший. Ну, в смысле, очень низкий. Это, мне бы, аргумент, что надо ввести у нас. Но сами докладчики при этом говорят. Потому что в США и Финляндии, развитая политическая система и свободные СМИ, поэтому им не нужна 20-я. Опа! Так, может, мы не там ищем? Может, дело не в 20-й, а в разветвленной политической системе и независимых СМИ? Ну, одно другому не мешает, мне кажется. Правильно. Ну, так сами докладчики должны понимать, чего они хотят. Потому что, когда тот же сам Алексей Навальный раскопал документы, например, по Пехтину, и они были опубликованы. Да? Чем это закончилось? И так далее. То есть, вопрос в том, я привел там такой пример, что вот если, представьте себе, вдумайтесь, если ответственность за коррупцию, за взятку, будет 15 суток ареста. Смешно? Смешно. А теперь добавьте к этому, что раскрываемость будет стопроцентная. Знаете, какая у вас будет коррупция? Ноль. Потому что, если тот, кому предлагают взятку, знает, что ему грозит всего 15 суток, но наверняка грозит, то вот стопроцентно он их получит, он не возьмет. Значит, вопрос не в мере ответственности, а в раскрываемости. А что влияет на раскрываемость коррупции? Прежде всего, политическая конкуренция и свободные СМИ. Ну, помимо, так сказать, работы правоохранительных городов. И, повторяю, независимый судья. Последний вопрос, не относящийся к 20-й инициативе. Просто уже второй день обсуждается это исполнение гимнов в школах. Вот, сегодня вроде бы Министерство образования, ну, во всяком случае, не против, скажешь, что они не против этой инициативы. Вы как относитесь? Я начать отвечу... Полминутки. Да, начать отвечу еще иронично, а потом, если успею, то всерьез. Вы знаете, вот почему распался Советский Союз? Потому что дети в школе не пели гимн. Да, я вот не помню, такого не было. Даже в Советском Союзе. Вот Советский Союз распался. А Америка почему крепко стоит на ногах? Потому что гимн поют. Нет, на самом деле, то, что нужно патриотическое воспитание, это да. Только не надо сводить патриотическое воспитание исключительно к пению гимна. В принципе, я ничего не имею против того, чтобы мои дети пели гимн моей страны. Но если этим все будет ограничиваться, то я не уверен, что из них вырастут патриоты. Юрист Михаил Борчевский сегодня был гостем программы «Особое мнение». Большое спасибо и до свидания.